Если мы действительно покаялись, если мы действительно от всего сердца хотим служить Богу, то Он, конечно, обязательно будет употреблять нас для своего плана и цели в Его Царстве. Я хочу засвидетельствовать о том, как я молилась за один законопроект, который рассматривался в Верховной Раде Украины. Это желание вложил мне в сердце Господь, и я начала молиться о том, чтобы этот законопроект был остановлен. Иисус Христос есть жизнь, и Он даятель жизни, Он даритель жизни. Этот законопроект против жизни, против семьи. Я молилась. Однажды я вышла на утреннюю молитвенную дорожку и молилась как раз за этот законопроект. Молилась очень мощно, молилась, будучи наполненной Духом Святым. И в Духе я уже знала о победе, что победа Господа есть. Неожиданно я услышала четко и ясно, как Дух Святой сказал. Я дал тебе власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью. Аллилуйя. Я была очень ободрена Господом. Я была очень рада слышать Духа Святого. Я очень укрепилась. И самое главное, я знала, что победа уже есть. Иисус также сказал, что ничто не повредит нам. Это благословенное обетование Его детям. Когда мы сражаемся, когда мы выступаем за истину, за жизнь, когда мы провозглашаем Его Слово, и когда мы молимся о том, о чем Господь говорит нам молиться конкретно. Прошло какое-то время. Господь уже не напоминал мне молиться об этом законопроекте. Я о нем забыла. Неожиданно мне выплывает видео, в котором говорится о том, что этот законопроект куда-то пропал. Он не дошел до второго чтения, и судьбу его пока никто не знает. Наши молитвы могут влиять на ход истории. Наши молитвы имеют огромную силу. Самое главное, чтобы мы были чисты и святы, и готовы делать то, что говорит нам Иисус. Нам нужно молиться о покаянии людей, и нам нужно молиться о воле Иисуса в жизни каждого человека, в жизни каждой страны, потому что Его воля – это одно благо. Его воля – это сплошное добро. Пусть это видео будет ободрением для каждого человека, который хочет, чтобы его употреблял Господь. мощно, сильно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Пусть Господь и судит.